Великая Россия 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 или погиб на оккупированной территории. Мы вспоминаем всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня уже после 1945 года. С каждым годом все меньше и меньше ветеранов. Потому что самому молодому ветерану, кто встретил победу в 18-летнем возрасте, сегодня уже за 90. Поэтому для нас очень важно хранить память, а самое главное, правду о той войне. Не секрет, что эту правду пытаются переписать. Переписать так, как это выгодно. И уже договорились до того, что в Великой Отечественной войне победили американцы, англичане и французы. Хотя французы сдали свою страну за 30 дней. А англичане боялись вступить в войну и сидели на своем острове. Мы не ждали, когда мы перейдем к границе фашистской Германии. Поэтому очень важно то, что мы сегодня с вами делаем. Это шествие бессмертного полка. Каждый житель России выходит в строй бессмертного полка не по приказу, а по велению сердца. И каждый держит портрет своего родственника. И не важно, родственник этот погиб на фронте, или в блокадном Ленинграде, или в тылу врага в партизанском отряде, или был замучен в концлагере. Это память о тех, кто не дожил до светлого дня победы. Очень важно, чтобы каждый год в состав бессмертного полка приходили не только мы с вами, взрослые люди, но и наши дети, наши внуки. И таким образом мы передавали нашим детям и внукам свою память о войне, которую получили от наших дедов, и отцов, и матерей, и папушек. Они передавали своим детям и своим внукам. Я поздравляю вас, жителей города Тихина, города воинской славы, со светлым праздником, днем Великой Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие ветераны, друженики тыла, уважаемые тихвинцы, Примите самые искренние поздравления с великим, священным для каждого из нас праздником, днем Победы в Великой Отечественной войне. 74 года отделяют нас от победной весны 45-го. И все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшем независимость Родины, живет в сердце каждого россиянина. И никогда никто и ничто не в состоянии уменьшить величие этого подвига. Победа в Великой Отечественной войне – это символ национального единения, это наша гордость, это воинская доблесть и слава, это наша бесценная история, каждая страница которой пронизана болью и страданиями. И мы должны впредь бережно хранить память о событиях тех дней, о подвиге народа-победителя, чтобы эта память жила в веках и всегда служила примером мужества и героизма для наших детей и внуков. Никогда не померкнут подвиги и наших земляков. С первых дней войны более 20 тысяч тихвинцев ушли на фронт. Половина из них не вернулись на родную землю. К сожалению, время неумолимо и все меньше и меньше остается живых свидетелей той страшной и кровопролитной войны. У нас в районе 527 человек. Это инвалиды, ветераны Отечественной войны, несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. И все, что мы с вами сегодня можем сделать для них, можем и должны окружить вниманием и заботой. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за ваш бесстрашный подвиг, за мирное небо над головой. Вы всегда будете для нас примером жизненной стойкости и беззаветной преданности стране. Дорогие тихвинцы, будем достойны великой славы наших отцов и дедов. Счастья, добра и мира вам. Еще раз всех с праздником, с великой победой. Счастья, добра и мира. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, блокадники, дети войны, граждане города и района, мне очень приятно поздравить вас с этим замечательным праздником Днем Победы и пожелать вам всего хорошего, здоровья, долгих лет жизни. И чтоб больше ни одна вражеская нога не топтала нашу священную землю. На наших захоронениях лежат герои Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины. Они отстояли наш город, не дали врагу наступать дальше в цирк нашей территории. Они же сорвали планы фашистов окружить вторым блокадным кольцом город Ленинград и удушить граждан голодом. Они первыми сорвали миф о победе фашистских войск. Они вместе с Тихвином, Москвой и Северным Кавказом остановили врага, а потом били его и гнали с нашей священной земли. И на прощание я вам хочу сказать, поблагодарить за то, что вы слушали, вот, и поздравить еще раз с Днем Победы и держать так дальше. Ким Яковлевич, уважаемые ветераны, примите эти цветы в знак нашей огромной благодарности. Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной и труженики тыла. Спасибо вам за мужество и терпение, отвагу и доблесть, самоотверженность и преданность Родине. Без вас не было бы этой победы. Здоровья и счастья вам на долгие-долгие годы. Мирного неба над головой. Мирного неба. Сегодня пасхальные дни, и наше сердце радуется, ибо Христос победил смерть. Сегодня праздник победы, победы наших людей, победы тех, кто защищал нашу землю, нашу веру. Родных, родителей, отца, мать, детей, внуков, тех людей, кто сегодня не с нами, но они перед Богом молятся, чтобы наша земля, наше Отечество, наша вера никогда не была поплеваемой новыми наплеменниками, теми людьми, кто сегодня пытается уничтожить нашу Россию. Переписать историю. Молодые поколения должны видеть сегодня подвиг тех людей, кто отдали свою жизнь, чтобы сегодня наше мирное небо, солнце и самое главное, и наша вера. Мы разговариваем на русском языке. Мы свободны своих действий перед Богом и Отечеством. Сегодня мы должны воспитывать молодежь, чтобы она помнила, какой ценой дана нам эта победа. Сколько миллионов людей полегли, чтобы сегодня мы видели радость и любовь Бога и любовь наших родных. С праздником! С Днем Победы! Дорогие ветераны, я кланяюсь вам за тот подвиг, который вы совершили. Мы молимся, всегда помним наших воинов за Отечество и веру погибших в дни блокады, скончавшиеся в тылу, трудившиеся с доброго Победы. С праздником! Христос Воскресе! АПЛОДИСМЕНТЫ Преградсколозь была одним из первых регионов, где возродилось или создавалось движение Бессмертный полк. Это 2013 год. Луга, я тогда один тоже из первых регионов, кто стал в ряды Бессмертного полка с портретом своего деда. И с тех пор это движение активно развивается в Ленинградской области. И в этом году мы ожидаем, что под 200 тысяч человек встанет в ряды Бессмертного полка. Мы уже накануне получили более 120 заявок людей, кто заявился, что будет вставать в ряды полка. Но, как правило, практика показывает, что в день самого шествия эта цифра как минимум удваивается. Это очень важно. Я сегодня уже говорил о том, что это движение Бессмертный полк, оно важно даже не столько для нашего поколения, для поколения ветеранов, сколько для молодежи. Вот именно через движение Бессмертного полка, через вот это шествие, мы передаем память о страшной войне от ветеранов молодому поколению. Потому что в движении Бессмертный полк сегодня идут и дети, и идут наши внуки, многие приходят с семьями, а многие благодаря Бессмертному полку начинают изучать историю своих предков. Я, например, так поступил. Я уже серьезно занимаюсь историей и одного, и второго своего дедов, которые воевали в Великой Отечественной войну, а дед Разденко начал вообще с Финской войны. Вот такая у него была большая война. Он депрализовался только в 1947 году. Представьте, с 40-го по 47-й год, 7 лет, находиться вот в этом аду, в страшной войне, это, конечно, стоит дорогого. И, конечно, очень важно, что через движение Бессмертный полк мы показываем всему миру, насколько для нас память о войне священа. Насколько мы чтим о дату 9 мая. Я благодарен всем, кто встает в религии Бессмертного полка. Спасибо, коллеги. Это все мы помним. Спасибо, коллеги. Пожалуйста. Чуть выше. До новых встреч. Без哪裡? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Джесси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...